Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кирове закрывается проект по приему вторсырья. Об этом объявили авторы проекта убежища вторсырья Киров. В течение двух лет на Орловской 62 они принимали большое количество разновидностей рассортированного мусора, а также ставшие ненужными вещи, которые пригодились бы другим. Проект оказался убыточным, не хватало даже на аренду гаража, где осуществлялся сбор. Мы радовались каждым 50 рублям, пишут активисты в соцсетях. Силы у нас закончились, отмечают они, но обещают вернуться с новыми экологическими инициативами. Экономика. На 101 ФМ. В Кировской области шесть ломбардов получили допуск на рынок по новым правилам. К 9 июля ломбарды всей страны должны были пройти процедуру допуска и занесение сведений о них в госреестр по новым правилам. Об этом сообщил заместитель управляющего отделением Киров Волговецкого главного управления Банка России Андрей Абухов. Организации, не прошедшие процедуру допуска по новым правилам, утратили свой статус и исключены из государственного реестра. В настоящее время такие компании находятся в процессе ликвидации и не осуществляют ломбардную деятельность. Юридические лица, не состоящие в государственном реестре ломбардов, больше не вправе заключать договоры потребительского займа и вносить в них какие-либо изменения. Такие организации в течение месяца должны убрать из своего полного и сокращенного наименования слово «ломбард». Исключение ломбарда из реестра не снимает ответственности с их клиентов по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам. Перечень действующих ломбардов можно найти на сайте Банка России cbr.ru. Кировчане в первом квартале 2021-го получили в ломбардах более 57 миллионов рублей. В завершении о валютах доллар на сегодня 73,85 рубля. Курс евро 86,99. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.